Во время съемок ни один китаец не пострадал, смеется фотограф Николай Федорин. В самой густонаселенной стране мира люди попадают в кадр, даже когда хочешь снять пейзаж. Но Николаю удалось невозможное. На фото людей практически нет. Полное ощущение безлюдности и уединения. Таинственность и загадочность пейзажам придает туманная дымка. Хотя в работе, рассказывает фотограф, она только мешала. В марте там период туманов. Причем туманы не те туманы, которые в нашем представлении это красивое явление природы, которое быстро проходит. Туман там висит целый день. Он перемежается с дождями, с дымкой, потому что не секрет, что большие проблемы с экологией в Китае. И поэтому вот эта дымка, она носит характер молочного просто марева, который постоянно висит в воздухе. Выставка работ в Доме журналистов произвела фурор в Самарском фотосообществе. Интересные, непривычные русскому глазу пейзажи и любимый для Николая Федорина большой формат фотографий позволили познакомиться с Китаем ближе. Несмотря на то, что Николай прямо желал услышать критику, фотохудожники высказывались иначе. Благодаря каким-то фотографиям, посмотрите сами все вести, а действительно ли это все так? Пейзаж – это немножко не моя сфера деятельности, но это настолько качественно, любопытно, действительно. И масштаб всех работ, которые здесь представлены по размеру, я такого не видел. У Николая на нашем фотообъединился, здесь они смотрятся великолепно, и мне, конечно же, захотелось в Китае. И все-таки сетует автор фоторабот – это лишь штрихи к портрету Поднебесной. Чтобы нарисовать портрет Китая полностью, и целой жизни не хватит. Марина Матвеевична, Сергей Баскин. События.